Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дорогие друзья, всем здравствуйте. В студии Лиза Калинина и Никита Некрасов. Мы приветствуем нашу очаровательную гостью в программе «Наука и технологии». И в студии у нас находится научный сотрудник известнейшего, на самом деле, музея. И ты популярнейший? Сотрудник образовательного отдела Государственного Дарвинского музея, куратор образовательной программы «Дошкольная академия» Артёмова Ольга. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам приехали, добрались. То есть вы курируете программу «Дошкольная академия». Это значит, к вам приходят юные исследователи и чему-то обучаются. Да, притом не просто приходят, это же целая образовательная программа. Это не какое-то единоличное мероприятие. То есть образовательная программа подразумевает под собой разные абсолютно мероприятия. Это и занятия, когда действительно детишки приходят. У нас есть замечательный экоцентр ЭКМосква, в котором у нас проходят занятия абонементов, где они выбирают понравившуюся им тему, направление занятий и посвящают 4 занятия в месяц. Ух ты. Удобные для них дни, где, конечно же, у нас мультимедийные сопровождения, интерактивные экспонаты, выход в экспозицию, то есть всё, что положено быть в музее. Я хочу сначала в наших слушателей и зрителей ввести в курс дела. Я давно, так или иначе, знакома с Дарвинским музеем. Он один из самых интерактивных, таких научных, современных, интересных музеев вообще сейчас, мне кажется, в столице, в России в целом. То есть это не просто гид тебя водит, показывает чучело, мамонта и так далее. Там очень много подпрограмм таких, да? Да, я вот тогда про Дарвиновский музей такую коротенькую сводочку сделаю, что это, конечно же, естественно, научный музей широкого биологического профиля, то есть не какой-то зоологический, ботанический, ведёт исследовательскую научную работу, при том это по фондовым коллекциям, то есть вот то, что у нас выставлено на выставках, в экспозициях, это маленькая вершина айсберга, на самом деле гораздо больше у нас различных чучел, экспонатов, там, произведений искусства, около 400 тысяч того, что вы не видите, приходящие в нас в музей, а мы с этим работаем. Скрываете от нас? Выставляем периодически на временных выставках. В пещерах. У нас есть... Настолько короткие, что нет выставки. А дети ещё видят. Два с половиной месяца стоит, да. А дети видят, и мало того, что видят, могут потрогать, сами с этим поработать, то есть уже погрузиться непосредственно в эту научную... А с какого возраста к вам приходят детишки? Ну, дошкольная академия, она сориентирована на детей с трёх лет. О, ничего себе. А что дети в три года? То есть у меня сыну три, ну, практически четыре, вот в апреле будет. Но я могу сказать, что он достаточно неусидчив, чтобы в каких-то участвовать в программах. И все дискуссия вести. То есть он может поучаствовать 10 минут. Ну, это смотря, как организовать правильно деятельность. Конечно же, какое-то полноценное научное исследование, как это делают учёные, они не смогут сделать. Но занятие, во-первых, длится всего 45 минут, и оно сделано специально, чтобы ребёнок не уставал. То есть происходит постоянно смена деятельности. Есть и игры, но это не просто развлекательные игры, это, конечно же, игры, которые направлены на закрепление материала. Есть вариант, когда ребёнок берёт какой-то объект, рассматривает его в лупу, микроскоп. Есть экскурсионные моменты и есть такие мастерские, мастер-классы, когда ребёнок что-то делает своими руками. Поэтому у нас бывают разные дети абсолютно. Чуть-чуть. Да чуть-чуть ещё не дошли, но какую-то черепашку сделать из бумаги вполне могут. То есть от трёх и до... Вот дошкольная академия у нас до шести лет, а дальше уже включаются другие образовательные программы и там 100+. То есть, в принципе, ребёнка к трём годам уже можно вести и расширять его кругозор в Дарвинском музее. Даже не то, что можно, а обязательно нужно. Потому что именно в этот возраст закладываются все мотивации, деятельности, в том числе и познавательные мотивации. То есть именно в этот момент можно приучить ребёнка к научному миру, приобщить его, приучить именно такой исследовательской деятельности и дать ему такой толщок на будущее. А родители участвуют в этих посиделках? Обязательно. У нас в ДИПИ, ну, из мероприятий. Для родителей посиделки, для детей интересно. Не всегда для родителей это посиделки, потому что родители у нас обязательно участвуют в экскурсии, в занятиях. У нас даже есть специальные формы деятельности, когда родители обязательно должны как-то включаться. И родители больше иной раз увлечены даже, чем дети. Естественно, я к этому и спросил. Да, потому что много каких-то биологических стереотипов входит в обществе. Не все родители в своё время получили там какие-то вот эти глубокие знания. И они после занятия окружают преподавателей наших сотрудников. Отпихивают детей. Так, иди, вот на тебе телефон. Бывает, бывает. Иди, я пообщаюсь сейчас. И задают действительно разные вопросы. И первые хотят потрогать разные наши интерактивы. Класс. С ума сойти. Класс. Друзья, я хочу напомнить. У нас в гостях сегодня научный сотрудник образовательного отдела Государственного Дарвиновского музея Ольга Артёмова. Задавайте вы свои вопросы. Группа ВКонтакте. Страна.фм. Это раз. А также WhatsApp. Вайбер 909-928-189.9. Я думаю, что Ольга с удовольствием прокомментирует. Ответит. Да. Все, что знает. И можно экскурсии такие. Про все. Вопросы более экскурсионные. Образовательная программа. Мы поговорим очень скоро. Сейчас послушаем группу «Руки вверх». Она уже подошла. Она уже плачет темноте. Всем коллективам. И вернемся к вам. Это телерадиоканал «Страна.фм». Это рубрика «Наука и технологии». У нас замечательная гость сегодня в эфире. Артемова Ольга, научный сотрудник образовательного отдела Государственного Дарвиновского музея, куратор образовательной программы «Дошкольная академия». Ольга, еще раз здравствуйте. Еще раз. Разговариваем про детей внутри Дарвиновского музея. Вот так вот можно сказать. Коих много. Да, бывает. Вместе с Ольгой. Здесь особенность, что дети от трех лет. То есть такие маленькие. Ольга, скажите, что вы им показываете непосредственно? У вас огромное количество экспонатов, выставок. Вы уже об этом поговорили. Сколько музеев? Пять тысяч? Пять тысяч квадратных метров. Пять тысяч квадратных метров за занятой экспозиции. Не считая там каких-то отдельных помещений технических. Куда они кого не пускают, где самые интересные. Ребятки трех лет не пробегут такую дистанцию. Никто не пройдет. Что вы им предлагаете? Что мы им предлагаем? Во-первых, большое количество интерактивных экспонатов. То есть тактильных экспонатов, которые можно потрогать. Поскольку у детей этого возраста такое предметное мышление, им нельзя сказать. Вот язык жирафа, например, достигает длины 50 сантиметров. О чем это ребенку говорят? Абсолютно ни о чем. Можно попросить его показать. А покажите. Какой длины? А вот покажите вы, как вы думаете, какой длины язык жирафа? 50 сантиметров. 50 сантиметров. Это ты 30 показываешь. И тут же мы предлагаем сравнить. Вот тканевая модель языка жирафа. Натуральную величину, толщину. А может я посмотрю? Посмотрите, у него даже форма уже такая. И форма такая же, и цвет такой. Языковая форма. Такой же цвет. Язык жирафа имеет черный цвет, и он очень мускулистый, на ощупь очень твердый, чтобы он мог колючки жирафа спокойно. Ничего себе. Ну да, да, да. Я представляю, почему родители вороваются. Вот когда видят такую модель, дети могут ее потрогать и пощупать, они это запоминают лучше. У нас тут также есть различные интерактивные такие экспонаты. Это и муляж зуба слона. Тоже тогда задавал такой вопрос образовательный. Сколько, как вы думаете, зубов во рту слона? Это мне? Да. Папочка вам. В разговор о том, насколько взрослый он тоже интересно. 38. 38. 15. 4. 4 слона. 4 зуба. Я вам режу. Я вам режу. Вот такая же реакция примерно у родителей, когда приходят и узнают. 4 больших жевательных зуба, не считая бивни, которые растут в течение всей жизни. Вот муляж зуба, натуральную личину, со всеми бороздами и неровностями. Дети могут потрогать. Ну, то есть это различные в зависимости от тематики занятий. Это может быть из горлупа, яйца, страуса. Это могут быть мхи, какие-то лишаники, которые можно потрогать, насекомые. Все, что угодно. А вот такой вопрос. Все-таки ребенок к 3 годам, он уже предрасположен, любит природу, ему это все интересно. Или, в принципе, деткам 3 лет любопытно всем, несмотря на их предпочтение? Да, им любопытно все. У них как раз в этот момент начинается такая активная познавательная деятельность, уже переход от эмоциональной сферы именно в сферу познания. Им не просто теперь нужно, чтобы родители на них смотрели, их хвалили, им нужно узнавать что-то о мире. И поэтому они, в принципе, очень такая хорошая публика, потому что они очень открыты для новых знаний. Главное, правильно их подать, чтобы им было интересно. Скажите, а вот вообще Дарвиновский музей когда к этому пришел? Когда поняли, что нужно для детей вот такого возраста тоже проводить ликбез? Поняли. Сложно сказать, когда. Но сама вот эта программа дошкольной академии, не как отдельное мероприятие, как цельная программа, появилась в 2016 году. Начала полноценно работать. Два года, то есть так. Два года, да. Но отдельные мероприятия, конечно, проводились до этого. Просто в этой программе мы обобщили такой передовой опыт музейной педагогики и смогли создать именно цельноидейную программу, которая бы включала абсолютно различные темы. А бывало такое, что какой-нибудь ребенок говорит «Папа, я хочу вот с этой кошкой уйти домой!» И все. Что делать? Такого не было. Не было? Не было. Языки не забирают, да? Языки не забирают, а будет. Будет. Они делают подделки какие-то тематические и не уходят с пустыми руками, поэтому, наверное, им проще. Никак не капризнички. Ну, отлично. Дорогие друзья, я напоминаю вам, что рубрика «Наука и технологии» полным ходом. У нас в гостях Артемова Ольга, научный сотрудник образовательного отдела Государственного Дарвиновского музея, куратор образовательной программы «Дошкольная академия». Если у вас есть какие-то вопросы к Ольге относительно экскурсий для детей, в общем, Ольга, я думаю, с удовольствием ответит. Пишите нам, группа «Страна.ФМ» ВКонтакте. Вам в помощь. Да, WhatsApp, Viber 909-928-189, 9. Телеза Калинина Никита Некрасов в студии, научный сотрудник образовательного отдела Государственного Дарвиновского музея. У нас в гостях сегодня Ольга Артемова. Говорим об образовании дошкольном в музее. Дарвиновский музей предлагает огромное количество мероприятий и для школьников, и дошкольников, и для... И для дошкольников, и школьников, и все, что после школы. Скажите, вот мы поговорили в перерыв, что даже не дети приходят учиться, а и учителя... Учителя приходят учиться, у нас есть... Повышают квалификацию учителей. Да, специально для них организованы мероприятия. Во-первых, музей — это очень хорошая среда для того, чтобы как-то расширять тематики школьных уроков, для того, чтобы дети тоже маленько меняли деятельность и какую-то методическую помощь учителям оказывать. И при том, он у нас очень так расширяется хорошо. И много учителей стало посещать, и всех, кто еще не посещает, приглашают. А это преподаватели биологии? Это учителя биологии, преподаватели. Но у нас даже иногда не учителя биологии приходят, а учитель литературы недавно был. Просто заинтересовала тема лекции. Как это все можно преподносить? Или с биологичкой? Материал, да. Вы нам принесли много всего интересного. Что это такое? Что это такое? Ну, когда мы говорим о музее, сразу у нас в голове такой экскурсовод. Ну, да, гид. Да, гид. Кто бы нас проводил в музее? Бабушка, которая говорит, умерите телефоны. Очень мало у нас бабушек. Не говорите, грошка. Я Эрмитаж вспоминаю сразу же. У нас в основном такой более молодой состав. Но не в этом дело. Главное, что и человек, который не хочет посещать экскурсию от какой-то группы, а хочет просто один походить, тоже имеет очень много возможностей для того, чтобы это сделать. Ну, во-первых, помимо всяких аудиогидов, помимо интерактивов, экспозиций, к которым имеют доступ все, кто туда пришел, могут потрогать шерсть животных, послушать голоса птиц и прочее. А у нас еще есть путеводители. Например, путеводители вот по Дарвиновскому музею. Один из путеводителей. Толстенький достаточно. Очень весит. У нас очень много всего, что можно посмотреть. Здесь такие акценты сделаны на некоторые экспонаты, особенно интересные. Рассказывается их история. Рассказывается, в каком зале что можно посмотреть. Ну, то есть человек, который может потеряться в этом большом пространстве, при помощи путеводителя всегда сомнитирует. Для тех, кто не видит нас, а только слушает, я могу сказать, что в этом путеводителе он с большим количеством иллюстраций, с историей музея, да, здесь в самом начале. Рассказывается обязательно с историей музея. И плюс к всему схемы залов и, насколько я видел, даже пронумерованные экспонаты. Да, пронумерованные экспонаты. Мне интересно, что есть такие штрих-коды, я так понимаю, QR-метки, да. QR-метки, да. Сейчас это очень модно. Я как раз, когда ходила в Дарвинский музей, я с помощью своего телефона слушала тоже. Сейчас действительно такое у нас не стоит на месте время. Но, конечно же, такой путеводитель не подойдет для тех, кто идет с дошкольниками. Такой толстый увесительный путеводитель. Для дошкольников есть путеводитель вот такого другого типа. Вот здесь у меня только один по интерактивному центру «Познай себя, познай мир». Это целый комплекс, который у нас открылся. Мы им очень гордимся. Здесь уже совсем другие задания. Адресу и раскраска. Но, опять же, обращаю ваше внимание, что это не просто какая-то раскраска. Она имеет непосредственно отношение к экспонатам, чтобы ребенок, выполняя это задание, мог бы как-то... Опять-таки, для тех, кто нас не смотрит, только слушает, я объясню. Это такая яркая книга. Тоненькая. Да, тоненькая. Тоненькая. Стукнуть ей нельзя. Если даже стукнуть, то ничего страшного. Значит, с различными раскрасками, лабиринтами, угадыванием слов. Тоже все яркое, иллюстрированное. Прямо для детишек. Вот я могу сказать, что мой сын такие книжечки очень любит. Он может обращать их тоннами. Я тоже хочу в музей еще раз ходить. Как интересно. Иди. Пойду. Иди. С биологом иди. Да, слушайте, а еще же к вам приходят целые классы, да? У нас действительно приходят целые классы. Есть урок в музее, у нас есть микроскопные классы. Такие кабинеты специального оборудования, где можно выделить ДНК, поработать с этим материалом. Бананом, например. Прекрасно. И просмотреть клетки животных, клетки растений, то есть в зависимости от тематики занятий. И этим очень любят пользоваться. Лук, 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 шелуху, как я помню. Ну, лук, шелуху, инфузорий, которые движутся живых, коловрадок различных. Ну, смотря как всякая тема. А кто проводит? Тоже сотрудники музея. Сотрудники музея, да. Но у нас есть также возможность, сейчас развивается проект, когда учителя сами в наших стенах проводят свои какие-то мероприятия. То есть сначала учителя эти к вам приходят, обучаются, а потом возвращаются и приводят за собой. То есть есть такое сотрудничество со школами столичными, да? Любая школа может позвонить нам. У нас очень хороший сайт, наполненный информативными различными этими материалами. И поэтому любая школа, любой какой-то частный преподаватель всегда может получить возможности для реализации. Итак, дорогие наши телезрители и радиослушатели, я напоминаю, что мы говорим об образовательных программах Государственного Дарвиновского музея. И в гостях у нас научный сотрудник Ольга Артемова. Если у вас есть какие-то вопросы, они есть, пишите в WhatsApp Viber 909-928-1-89-9. И группа ВКонтакте «Страна.ФМ». У нас небольшая пауза, и мы совсем скоро вернемся к вам. К нам приходят очень интересные гости и рассказывают очень об интересных вещах. И сегодня таким гостем является Ольга Артемова, научный сотрудник образовательного отдела Государственного Дарвиновского музея, куратор образовательной программы «Дошкольная академия». И немножечко мы хотим поговорить непосредственно про выставочную программу Дарвиновского музея. У нас есть основное издание, где постоянная экспозиция, которая обновляется так локальным. И есть выставки, которые какое-то время функционируют и потом меняются на новую выставочку. Вот те самые, которые два месяца. Которые два, два с половиной месяца, но если очень хорошие, то и дольше. Вот я принесла буклет. У нас порядка 80 выставок было таких временных проведено в прошлом году, 20 выездных, 60 в нашем выставочном комплексе. И вот у нас буклетик. Вот все вот эти цветные полосочки, это все выставки, которые у нас будут. То есть разные тематики, разные направленности. Понятно, что все это связано с нашей основной идеей эволюционной, биологической, но тем не менее в разных аспектах. Поэтому можно всегда это и адентировать на сайте, и в наших таких печатных изданиях можно выбрать что-то для себя интересное и посетить цельно направленное именно на эту выставку. А на выставках у нас еще есть специальные выставочные программы. Это различные такие мероприятия, которые помогают лучше понять тему выставки. Что это может быть? Это может быть творческий конкурс какой-то, это может быть интеллектуальный конкурс, это могут быть различные, опять же, интерактивные экспонаты. У нас сейчас выставка проходит немылым единым о гигиене животных, где можно потрогать различные предметы, где можно понюхать, попробовать определить, что это за запах. И, ну, то есть различные такие мероприятия. Выставки у нас открываются, закрываются, опять же, тоже со специальной программой, с викторинами, с подарками и прочим. То есть очень много интересных мероприятий в зависимости от того, какая вы строите. Скажите, пожалуйста, Ольга, вот вы как педагог изначально, как мы уже выяснили, узнали, вот это нужно обязательно современным детям? Вот этот весь интерактив, новые технологии, что применяются даже гаджеты? Ведь раньше всего этого не было, и дети в принципе были заинтересованы. Вот такое новое поколение или в принципе так просто интереснее всем? Ну, с одной стороны, это действительно новое поколение, которое изначально уже работает с малых лет с этими техническими приборами, которые для них не поставили сложности. А с другой стороны, такая тенденция есть всегда. Естественно, ребенка привлекает что-то яркое, что-то движущее. Просто раньше это была какая-то возможность, просто цветную картинку сделать, какую-то куклу. Сейчас это можно сделать на более таком высоком технологическом уровне, но принцип остался тот же. То есть нельзя сказать, что дети сейчас воспринимают только какие-то вот эти мультимедиа интерактивные технологии и ничего более. Нет, это просто такой вариант развития. Нам приходят вопросы, пишет девушка, что она мама двоих детей, вот может ли она прийти сама в Дарвиновский музей и что-то организовать для них, если не попадает какие-то по времени, может быть... Мама пытается на работу устроиться? Я не знаю. Вот такой вопрос. Может ли мама сама прийти с двумя детьми и как-то организовать им процесс в музей? Безусловно, безусловно. Во-первых, выставочная программа для дошкольников у нас это обычно какие-то загадки, какие-то раскраски, какие-то такие небольшие ребусы в зависимости от возрастного уровня. И у нас еще есть в экспозиции так называемые детские этикетки. Понятно, что залы очень большие и взрослый человек может вдумчиво пройти, все посмотреть, у него хватит силы. Для дошкольника это нереально. Поэтому мы выбрали особенно такие интересные экспонаты, особенно большие, яркие, на уровне глаз дошкольника и сделали к ним специальные детские этикеточки, где какой-нибудь там смешной зверек о себе какую-то информацию коротенько рассказывает. И по этим детским этикеткам мы сделали специальный маршрут. То есть это у нас есть и в социальных сетях, мы выложили. Приходишь, схема зала, где обозначены эти 6-8 экспонатов и прям они хорошо обозреваются с разных рабочих. Можно самому пройтись и читая текст на этикетках, как бы это такой экскурсионный момент, что родители сам сообщают факты, которые, может быть, он не знал, становятся интереснее. А сейчас еще очень модны всякие форматы квестов. Вы тоже такое делаете? Да, у нас есть квесты. У нас есть квесты, опять же, на временных выставках, на праздниках, на экологических праздниках, которые у нас проходят. Ближайший вот у нас экологический праздник — это День эволюции. Это такой наш основной такой самый научный праздник, самый любимый. Ну да. Но их, как мы видим, здесь очень много различных. Ну да, штук-стук 15. Да, и квесты, да, обязательно. Такая модная сейчас форма экскурсии и всего. Модная форма и в то же время, да, самостоятельно, но получаем знания. А квесты только для детей? Нет. Или для родителей? Для родителей тоже. Бегают с детьми. Конечно. Нет, дети с открытыми глазами, а родители с завязанными. Например. У нас нет такого, что мы кого-то обделяем, да? Есть какие-то задания для маленьких, тут же параллельно можно... Неважно, ребенку 3, папе 33. Ребенок привел папу. Программа одна. Папа, поеди. Он квест. Да, беги, беги к волку. Дорогие друзья, мы ненадолго вынуждены прерваться, потому что у нас елка на носу, а у нас песни на коленке. Артемова Ольга, научный сотрудник образовательного отдела Государственного Дарвиновского музея у нас в гостях. Это рубрика «Наука и технологии». Задавайте свои вопросы в группе «Страна.ФМ» ВКонтакте. Милости просим. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Да, наша рубрика «Наука и технологии» продолжается. В студии Лиз Калинин и Никита Некрасов. И у нас в гостях Артемова Ольга, научный сотрудник образовательного отдела Государственного Дарвиновского музея, куратор образовательной программы «Дошкольная академия». От «Дошкольной академии» мы немножечко отошли и пришли в Дарвиновский музей. И Ольга сказала, что есть еще один... Как это сказать? Буклет информационный. Буклет, который мы еще не осветили. Поэтому прямо сейчас мы поговорим о коллекциях, которые можно увидеть. Ну, конечно, основа любого музея — это коллекция. То, что можете показать. И основная идея нашего музея, когда Александр Федоровский Коцов, его основатель, создавал, у него была такая мысль, что не просто выставлять какие-то биологические объекты, но и обязательно связывать это с искусством. То есть иллюстрировать картинами, какими-то скульптурами. Вот тут у меня буклет, который как раз рассказывает о том, что есть в нашем музее. То есть сколько, кого и чего. Ну, вот, например, хранится 2577 чучел млекопитающих, а 6511 чучел птиц. Ну, и помимо вот этих коллекций, есть коллекция насекомых. Там такие страшные пауки. Жуть. Ну, это различные паукообразные. Я помню. Они вообще... Это же в жизни такое тоже можно увидеть. Вот идешь, и по песку тебе такое прибежит, да? Что-то можно, что-то нельзя, если тропические какие-то виды. Да, да. И ты когда видишь, что это все вот в реальном состоянии, А я вот, вы знаете, я люблю такие коллекции. Ну, сходи. Потому что я ненавижу насекомых. Вот. А так я могу прийти, и они не двигаются. Они под стеклом, и меня они не тронут. Но у нас есть и живые. У нас есть и живые. А, нет, и больно. Да, да, да. Это боль моя. Я представляю, какой разрыв шаблонов у детей. Если на меня произвел такой впечатление, думаю, боже, вот такой реально есть на планете Земля. Знаешь, Лиза, у тебя фобий больше, чем у детей. Чем больше наш возраст, тем больше фобий. А дети более открытые вообще к познанию, к миру и так далее. Они еще не могут понять, что этот паук может прыгнуть тебе на голову и съесть. Ну, у нас вот, когда мы проводим экскурсию, больше всего привлекает многоножки, кипсяки. Казалось бы, нам это неприятно. А для них это обязательно просто рассказать. Да, да. Мы уже сказали, проводят всегда сами научные сотрудники, да, вот эти вот и лекции. И идут они на постоянной основе. То есть это не просто какой-то мастер-класс. То есть это, в принципе, как школа развития сейчас модный для детей, только уже на базе Государственного Дарвиновского музея. Да, да. Единственный момент, что нужно в любом случае записываться заранее, потому что желающих очень много. Если это дошкольная академия, мы записываемся через электронную почту, которая у нас есть на сайте. Если это экскурсия через экскурсионное бюро, занятия тоже через экскурсионное бюро, ну, чтобы точно по времени вы попали. Поскольку наш телерадиоканал называется «Страна.ФМ», иногородние, не только москвичи, приезжают, записываются, обучаются? Да, очень много обучаются, иногородние, и иностранцы тоже. У нас очень много посетителей, все этикетки у нас продублированы на английском языке, так что мы никого не обнимаем. А бывает такое, Ольга, что дети вот пришли, вы говорите, что два года вы работаете в этой программе, да? В программе существует два года. Да, в программе существует два года. А вы в ней сколько работаете? А я в ней вот последние полгода. Вот, а бывало ли такое, что к вам люди пришли, и они возвращаются, и возвращаются? Их надо удивлять, и удивлять. Ну, поскольку у нас ресурсов для этого очень много, мы не проведем. Проблем нет, да, Сэс? Да, у нас те, кто посетил какой-то один цикл занятий, обязательно записываются на другие и на экскурсии. Никто не уходит, пока все не узнает и не исследует. Все пять тысяч метров пока не пройдут. Сантиметр за сантиметром. Сантиметр за сантиметром. Ну, и, как мы поняли, больше любят животных дети, да? Ну, так, к сожалению, растения не совсем маленькие дети понимают, что это какой-то живой организм, достойный им внимания. Поэтому, да, внимание маленьких... Взрослые любят растения. Вот это все, Иван-чай, вот это все. Ну, конечно, и на его. Так далее, конечно. Друзья, небольшая пауза прямо сейчас. Группа Провада с песней «Свети» прозвучит в нашем эфире. Смотрим и слушаем. А мы скоро вернемся. Напомню, говорим сегодня о дошкольной академии на базе Государственного Дарвиновского музея. Оставайтесь с нами и задавайте свои вопросы. Группа «Контакт» и «Страна.ФМ». Рубрика «Наука и технологии» на телерадиоканале «Страна.ФМ». У нас в гостях Ольга Артемова, научный сотрудник образовательного отдела Государственного Дарвиновского музея, куратор образовательной программы «Дошкольная академия». Вот мы про «Дошкольную академию» много всего уже узнали. Вот хотим узнать что-нибудь о том, что после школы уже. Есть ли какие-то программы для тех людей, кто уже школу за спиной оставил? Есть. У нас есть программы для молодежи. То есть у нас также студенты приходят на экскурсии. У нас есть очень серьезные углубленные темы, особенно связанные с эволюцией. Можно заниматься в музее проектной деятельности. Это могут делать и школьники, и студенты. Там писать какие-то дипломы, проходить практику в зависимости от тематики. Притом как педагогическую, так биологическую. А как ребенок проявляет, ну или не ребенок, уже студент какую-то инициативу проявляет, да? Ну, либо там назначается тебе какая-то тема в зависимости от учреждения, либо интересно. У нас есть коллекции, которые можно изучить. У нас есть там музейное пространство, то есть в зависимости от темы. Поддержка есть со стороны музея? Обязательно, да. У нас и научные сотрудники в этом участвуют, помогают спланировать все это, реализовать. То есть это обязательно. Это как раз наука с малых лет. Воспитываем дошкольников, приобщаем к музею. Потом к нам приходят школьники, которые начинают заниматься проектной деятельностью. На выходе уже студенты, которые приходят у нас конкретно. И что важно, вот опять я все радую за иногородних. Если у них есть возможность приезжать к вам периодически, они тоже могут дистанционно и потом так вести свою работу в других городах. Конечно, да. Если просто есть возможность приехать несколько раз, там что-то в коллекциях промерить, просмотреть, ну потому что должны же быть какие-то предметы исследования, то это все можно удаленно оставить. Добро пожаловать, да. Конечно, мы всегда рады. Да, так что вы слышите, студенты других городов, мы на всю страну вещаем. Приезжайте, пожалуйста. Дарвиновский музей открыл для вас вот так вот широко двери. Слушай, вчера был 25 января, отгуляли студенты. Отгуляли, а сегодня отдыхают. Похоже, напомним об этом. Тем более впереди выходные, что беспокойтесь. То есть вообще программу «Море» нужно выбирать. Для любого возраста можно выбирать. Можно все это узнать на нашем сайте. Там прям разделы для дошкольников, для школьников, для студентов. Можно все консультации получить непосредственно в музее. Ольга, вот по опыту своему скажите, вот чем отличаются те детки, которые уже с трех лет начинают интересоваться всем этим и обучаются в таких заведениях, как дошкольная академия? Ну тут несколько аспектов. Во-первых, это такой воспитательный аспект. Очень часто жалуются родители, что вот, ну вот он маленький, не может себя вести. Неусидчивый такой. Да, человек, и даже правила поведения просто в обществе, да. Здесь уже маленький человек понимает, как себя вести. Он общается в группе со своими сверстниками, он находится в музее, он себя чувствует уже. Ну да, сама атмосфера же, она еще как-то давлеет. Да, да, да. То есть здесь мы уже воспитываем такого хорошего посетителя музея и прочих общественных мест. Ну и второй момент, это, конечно, знание, потому что в школу мы знаем тоже уже сейчас нельзя прийти, не умея ни читать, ни писать, ни что-то зная. Нужно обязательно какой-то багаж иметь, иначе ребенка придет очень сложно. И здесь он как раз базовые знания приобретает. Очень часто именно в этом возрасте формируется мотивация, которая потом и подталкивает человека заниматься этой деятельностью. А то есть вы их еще обучаете читать? Читать-то нет. В три года они так... Ну, у вас же разные, 4-5. Разные, да. Ну, если какое-то занятие подразумевает под собой, что какой-то навык нужно усовершенствовать, что-то сделать, это, конечно, да. Ну, я напоминаю, 45 минут идет урока для дошкольников. Занятия, да. Занятия, да. Да, если это экскурсия там или какое-то мероприятие для тех, кто постарше, нужно серьезно что-то сделать. Это полтора часа, это и больше, если потребуется. Ольга, если возвращаться к Дарвиновскому музею, вы нам показали замечательный гид по выставкам, которые будут проходить. Расскажите, пожалуйста, вот что самое в ближайшее время будет в Дарвиновскому музее, чтобы нам сориентировать, наших слушателей и зрителей, сказать, вот завтра туда идите. Например, например, по выставкам, конечно, не сориентируешься очень много всего. Вот день эволюции, 10 февраля. 10 февраля. Глобальный праздник. Глобальный праздник. Будет у нас и день воды, 17 марта и 31 марта. Никто будет встречать. Да, это экологические праздники, всегда очень весело проходят. И у нас еще есть экоцентр, эко-москва. Там занятия проходят по выходным, по будням. Очень интересное занятие, куда можно записаться любой, неважно от возраста, сборные группы собираются. Ну, то есть там вроде бы тема простая, но так все интересно сделано. В общем, мы всех приглашаем, друзья, в Дарвиновскому музею. Спасибо огромное. У нас в гостях был научный сотрудник образовательного отдела Государственного Дарвиновского музея Ольга Артемова. Приходите к нам еще до встречи. Спасибо вам. Спасибо большое. Пока.